Павел Николаевич, что-то вы слышите с обстановкой в школе совхозной. Какая-то информация вам доносится? Вообще, как-то вы обеспокоены этой ситуацией? Потому что 600 подписей, а всего 680 учащихся в этой школе. 600 подписей против назначения такого скоропалительного нового директора. Тут другая проблема. Знаешь, вот жена за мужа не отвечает. Поэтому претензий, что у вас такой муж, который является рейдером, нет. Всегда нужно смотреть на человека как профессионал. Судя по тому, что я видел, к сожалению, к нам прислали непрофессионального человека. Ну и понятно, что она никогда не преподавала, потому что психологию, да, ее не преподают в школах, и она действительно не имеет практического опыта. Я побывал в школе, где она работала, и поговорил со трудовым коллективом, с директором, ну, по их мнению, она не готова руководить школой однозначно. Но дело даже не в этом. Понимаешь, мы-то ждем человека, который открыт и честен. Потому что она два раза вчера вас обманула, я это видел на камере, уже говорит о том, что человек нечестный. И по большому счету, после того, как это стало известно, ну, я бы на месте замминистра сказал, ну, девушка, вы сами напишите заявление. Кстати, так было же, она в Истринской школе сначала тоже была назначена, а потом также благополучно уволилась и опять пришла туда. Кстати, туда, в эту школу, в которую она работала, она тоже попала по блату. Вот это проблема уже образования и вообще России, когда берут не по деловым качествам, не по профессионализму, а по протекции, а им работать. Ну, директор, который сразу начинает обманывать родителей и весь коллектив, ну, зачем его? Ну, вот эта фраза, 17 лет трудового стажа, девушка в 34 года, ну, о чем вы говорите? Поэтому у меня такое негативное впечатление, но я с ней познакомился. Я ходил, ну, я обычно обход делаю по утрам и зашел, в том числе, на территорию школы. Пришел на стадион, который мы, кстати, строили, и он еще до сих пор находится в нашей собственности, и увидел, что они там скосили, ну, судя по тому, что трава высохла очень сильно, неделю назад, может быть, меньше траву, и она валяется на беговых дорожках. Ну, и пришел охраннику сказать, что, слушайте, ну, это же не дело, там, беспорядок, мусор в этих, в мусорницах валяется, там, 3-4 дня его не выносят. А школа всегда занималась обслуживанием этого стадиона. Если у нее что-то не получалось, она приходила к нам или к спортсменам, к нашему центру спорта, которые там тоже занимаются, и мы усилиями совместными решали все проблемы. Сейчас никакой обратной связи нет, бардак. Ну, и я охраннику говорю, в этот момент проходит девушка, она в маске, и говорит, я директор школы. Я говорю, ну, отлично. И сказал, что я вас прошу. Насколько никогда такого не было, безобразия, бардака. И если даже он начинал создаваться, и у школы нет каких-то возможностей, то Татьяна Геннадьевна сюда приходила, и мы ей помогали, то есть никаких проблем не было. Я говорю, я прошу вас, если уж вы директор, то давайте обслуживайте территорию. Если что-то не получается, ну, милости просим приходить. Ну, никто не пришел, и я второй раз туда не пошел смотреть. Ну, вам, всем, я имею в виду, родителям виднее, как себя поведет, но так работу не начинают, честно. Это нехороший показатель.